РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В Энергетике за прошедшие пять лет в рамках программы индустриализации проведена большая работа. Это позволит создать сбалансированное энергообеспечение казахстанскими электростанциями всех регионов нашей страны. Сегодня Казахстан относится к числу динамично развивающихся стран. Однако всего 20 лет назад наша молодая республика испытывала серьезные трудности. Спад производства и потребления электроэнергии, взаимные неплатежи и другие трудности, связанные с общей экономической ситуацией в стране. Государственная монополия оказалась неспособной обеспечить эффективность электроэнергетической отрасли. Финансирование со стороны государства сокращалось, цены на электроэнергию росли, а инвестиций все больше не хватало. В результате замедлилось обновление основных производственных фондов, их износ увеличивался и к середине 90-х годов достиг 50%. И Казахстан по инициативе руководства страны, одним из первых на постсоветском пространстве, приступил к радикальным реформам в электроэнергетике. Тогда же в рамках реформ на базе Национальной энергетической компании «Казахстан Энерго» было создано акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КИГОК». Новая организация взяла на себя огромную ответственность по управлению всей энергосистемой «Молодой Республики». Большая часть переданных АОК и ГОК производственных активов были созданы в 70-х годах прошлого века. Электрические сети и оборудование в большинстве своем были физически и морально устаревшими, что часто приводило к отказам и возникновению аварийных ситуаций. Перед компанией были поставлены очень сложные на тот момент задачи – обеспечить надежное электроснабжение потребителей и энергонезависимость государства. Компания была создана в 1997 году. Как вы помните, это годы очень трудные для страны. И компания одной из первых начала работу не только по передаче электрической энергии, по улучшению надежности электроснабжения, но и принимала очень активное участие в законодательной деятельности. Много очень сотрудников работало в рабочих группах, которые совершенствовали электроэнергетическую отрасль страны. В результате реформирования отрасли снизились цены на электроэнергию для конечных потребителей, был ликвидирован дефицит энергобаланса страны, повысилась надежность энергоснабжения, существенно поднялась платежная дисциплина и, что особенно важно, возросла инвестиционная привлекательность казахстанской электроэнергетики. Экономика страны успешно справляется с негативными внешними вызовами, растет благосостояние казахстанцев. Как следствие, растут объемы производства и потребления электроэнергии, а значит и объемы их передачи. Работая на опережение тенденции бурного развития регионов, компания «Икигок» проводит большую работу по подготовке всей электроэнергетической инфраструктуры к возрастающим потребностям экономики. Развернута масштабная программа модернизации производственных активов. Компания «Икигок» прошла программу модернизации, были обновлены практически все подстанции, были построены новые электрические линии, соединяющие северный регион энергоизбыточный с энергодефицитным южным регионом. Масштабные проекты по развитию национальной электрической сети, реализованные АО «Икигок» за 20-летний период, создали условия для укрепления энергетической независимости Казахстана. Это такие проекты, как вторая линия электропередачи 500 кВт транзита север-юг Казахстана, два этапа модернизации НЭС Казахстана, выдача мощности Мойнакской ГЭС, линии электропередачи 500 кВт житикараульки, строительство подстанции 500 кВт «Алма», реконструкция линии 220 кВт ЦГБП «Осакаровка». К их числу в 2016-м юбилейном для страны году присоединился первый этап проекта строительства линии 500 кВт транзита север-восток-юг. С опережением плана на один год введена в эксплуатацию линия электропередачи 500 кВт «Экибастуз» семей Усть-Каменогорск. Это был весомый подарок энергетиков к 25-летию независимости Республики Казахстан. За счет реализации комплексной программы модернизации и развития НЭС введено в эксплуатацию около 3000 км высоковольтных линий электропередач, построены новые подстанции, обновлено 80% всего оборудования подстанции. Были использованы самые современные технологии от ведущих мировых производителей оборудования, таких как «Сименс», «Арева», «Эйбиби» и «Алстом». Компания по праву считается одним из лидеров по внедрению инноваций в отрасли. Понятно, что это накладывает на нас ответственность для того, чтобы повышать эффективность деятельности нашей компании. Мы в последние годы внедрили ряд таких инноваций, как автоматизированные системы управления производственными активами, у нас внедрены системы управления рисками, системы управления НИОКР, системы управления эффективностью. В целом, по уровню технологического обеспечения наша компания является на уровне передовых компаний, аналогов, таких же компаний, как мы, системных операторов в мире. АОКИГОК, как системный оператор ЕС Казахстана и как компания, управляющая национальной электрической сетью, играет ведущую роль в процессе инновационного преобразования электроэнергетики страны, так как именно системное оперирование и передача являются ядром электроэнергетической системы, обеспечивая надежность и эффективность связей генерации и потребления. На основе анализа международного опыта по построению интеллектуальных сетей и по результатам бенчмаркинга, с учетом предстоящих задач, сформированы приоритетные направления инновационного технологического развития. Компания нацелена на построение активно-адаптивной сети, которая должна стать ядром интеллектуальной энергосистемы Казахстана. Уже сейчас в компании внедрены элементы интеллектуальной энергосистемы, в частности, это микропроцессорные устройства РЗА, современные системы СКАДА, АСКУЭ, управляемые шунтирующие реакторы 500 кВт, фазоповоротные устройства, системы управления и регулирования реактивной мощности, волоконно-оптические каналы связи. В активную фазу реализации вступил в проект по внедрению синхрофазорных технологий и системы мониторинга переходных режимов, или так называемые ВАМС-ВАКС-системы. За счет внедрения тех технологий будет достигнуто повышение гибкости управления пропускной способностей и потоков мощности в режиме реального времени, что позволит более эффективно использовать пропускную способность и оптимизировать режимы работы сети. В ближайшие годы развитие компании будет неразрывно связано с реализацией приоритетов, объявленных президентом Республики Казахстан в послании «Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность». КИГОК планирует занять свою нишу в единой стратегии страны по созданию нового технологического уклада. Учитывая специфику Казахстана, большие расстояния и неравномерность распределения по территории страны энергоресурсов, электросетевое развитие национальной электрической сети было и остается одним из приоритетных направлений. При этом необходимым условием эффективного развития является применение передовых технологий. В частности, в компании рассматриваются перспективы строительства линий электропередачи постоянного тока, инновационные для Казахстана технологии, которые имеют преимущество перед традиционными линиями переменного тока при передаче больших объемов электроэнергии на значительные расстояния. При будущем развитии стратегии в целом электроэнергетической отрасли и в целом компании, конечно, нужно учитывать все те тенденции, которые сейчас есть в мире. Это такие тенденции, как распределенная энергия, развитие возобновляемых источников электроэнергии, хранение энергии. Сейчас очень много в мире разрабатывается систем хранения энергии, которые в перспективе будут использоваться как потребителями, так и теми, кто участвует, являются субъектами авторынка. При этом нужно учитывать такие тренды, как глобализация энергетической системы, электромобили. И в этой связи для того, чтобы решить данную проблему, нужно интеллектуализировать энергетические системы, создавать интеллектуальную так называемую смарт-грид-систему. Понятно, для того, чтобы все эти вопросы увязать и интегрировать в общую энергосистему, необходимо учитывать, что это будут дополнительные высокие требования по устойчивости и надежности работы энергосистем. Выполняя функции системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана, КИГОК взаимодействует с сопредельными энергосистемами. Важные шаги в этом направлении были предприняты еще в 2000 году, когда усилиями правительств государств и энергетиков было создано объединение электроэнергетических систем России, Казахстана и Центральной Азии, включающие в себя энергосистемы Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках Евразийского Союза будет скоро единый электроэнергетический рынок. Понятно, что у нас еще впереди много еще переговоров на эту тему, но вот в рамках работы единого электроэнергетического рынка Евразийского Союза КИГОКу уготована очень важная роль. Пока, как нам представляется, мы должны обеспечить свободные перетоки между странами Евразийского Союза, обеспечить недискриминационный доступ в сети, то есть производителей, допустим, иностранных, к нашим потребителям и наших производителей, к, допустим, российским потребителям. Поэтому роль КИГОК, она многократно здесь будет в ближайшие годы возрастать. Я хочу поздравить наших коллег из компании КИГОК, всех сотрудников с 20-летием. компания действительно сегодня активно развивается. Мы знаем, что она модернизируется, повышает эффективность, снижает издержки, потери и самое главное обеспечивает новых потребителей надежной, доступной электроэнергией. Хочу пожелать всем удачи, развития, хорошего настроения и праздновать еще много-много юбилеев. Действительно, это небольшой срок, 20 лет, но за это время со стороны акционерного общества КИГОК сделана огромная работа в различных направлениях в энергетическом секторе Казахстана. Сегодня видно, что с использованием самых передовых технологий акционерное общество КИГОК достиг больших успехов в селом, не только в регионе Казахстана и за пределем Казахстана. В 2014 году компания КИГОК стала участником государственной программы «Народное IPO», осуществив первичное размещение акций на Казахстанской фондовой бирже. Спрос на акции превысил предложение на 27% и явился свидетельством огромного доверия к компании. «Мы смогли очень успешно выйти на народное IPO. На сегодняшний день у нас около 40 тысяч физических лиц являются владельцами наших акций. И ожидания наших инвесторов оправдались, потому что совокупная доходность, которую получают инвесторы от вложения в наши ценные бумаги, она растет. Мы за этот период времени уже 4 раз выплатили дивиденды. И кроме того, стоимость акции выросла более чем в 2,5 раза. Это существенный прирост для тех инвесторов, которые вкладывали наши акции. Эффективность деятельности компании достигается и за счет совершенствования корпоративного управления с учетом лучших мировых практик. В настоящее время в группе компаний фонда Самрук Хазана КИГОК является лидером по рейтингу корпоративного управления. По итогам диагностики рейтинг составляет 85%. КИГОК как социально ответственная компания показывает лучшие результаты среди дочерних организаций Самрук Хазана и по рейтингу социальной стабильности 82%, что показывает эффективность проводимой политики в области развития человеческих ресурсов и сохранения стабильности в трудовых коллективах. Свидетельством успеха компании на этом пути являются такие достижения как получение звания лауреата премии ПАРЫ в номинации «Лучшие социально ответственные предприятия», неоднократный финалист республиканского конкурса «Рационализатор КИЗ», а также победа в республиканском конкурсе «СЕНМ-2014» в номинации «Лучшая национальная компания-работодатель». Компания с 2015 года успешно реализует программу трансформации бизнеса, в рамках которой оптимизированы бизнес-процессы, внедрена новая организационная структура, разработана новая система оценки деятельности компании, формируется культура постоянного совершенствования. Несомненно, это позволит рационально использовать скрытые резервы, сконцентрировать ресурсы на направлениях бизнеса с высоким потенциалом, обеспечит рост производительности труда и внедрение передовых управленческих практик и технологий. Мы прошли огромный сложный путь от становления независимости до сегодняшнего дня. И 20 лет стабильной работы национальной электросети это свидетельство беспрерывного и ответственного труда сотрудников КИГО. Проделана огромная работа, за которой стоят конкретные люди, ее главный актив. Это те, кто приносит комфорт и уют в наши дома, обеспечивает жизненно важные социальные объекты электричеством. Работники компании ценят ту ответственность и доверие, которые на них возложили. Очень многое зависит от их каждодневной работы. Она невидима, но ощутима при потере, как хороший верный друг. И это дает нам возможность жить, расти, развиваться в комфорте, стабильности в нашей независимой стране. КИГО. 20 лет созидания. де ТОР 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 Субтитры создавал DimaTorzok